Растет число погибших в результате попытки военного переворота в Турции. По последним данным властей, жертвами стали 190 мирных жителей и 100 мятежников. Президент Эрдоган, власть которого пытались свергнуть военные, приехал на похороны погибших в Стамбул и даже помогал нести гроб. Субтитры создавал DimaTorzok Смертными попытками переворота стали, еще раз повторю, 290 человек. Это и военные, и гражданские. Правда, сегодня хоронят не всех, только часть остальных погибших предадут земле позже. Эрдоган заявил, что не может откладывать смертную казнь для участников мятежа, если этого требует народ. Правительство обсудит этот вопрос с оппозиции. Между тем, арестованных бунтовщиков все больше. В их числе главный военный советник самого Эрдогана Албай Али, а также командующий военной базой Инжирлик Бакир Эрканбан. Именно на этой базе расположены войска США и других стран НАТО. Попытка мятежа могла закончиться для Турции гораздо хуже. Бунтовщики могли получить доступ к ядерному оружию. На Инжирлике как раз хранится до 90 атомных бомб. Почти половина из них в распоряжении не американских, а турецких военных. Анкара запретила западным служащим использовать базу. Вчера ее закрыли и обесточили. Именно оттуда истребители коалиции против ИГИЛ, кстати, летают в Сирию бомбить террористов. Кроме военной инфраструктуры, там есть и гражданская, например, американская школа, образовательное центро института Мэриленда. Учат там английскому, историю, психологию, математике, иностранным языкам, бизнесу, управлению. Есть даже фитнес-центр, поле для гольфа, кинотеатр для военных и ветеринарная клиника. Ну и вот стоило туркам временно закрыть базу НАТО, как тут же их обвинили в недостаточном сотрудничестве. Глава МИД Франции заявил, Анкара может оказаться ненадежным партнером в борьбе против ИГИЛ. У Парижа появились элементы сомнений, говорит министр. Страны ЕС обсудят вопросы о ситуации в Турции уже завтра на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза. Ну а в США предупреждают, Анкара охоронят не только погибших, но и свою демократию. Как пишет ваш Миконпост, после неудачной попытки переворота странам ждут репрессии и закручивания гаек. По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, Эрдоган не сможет удержать власть, если не проведет масштабные чистки в армии и в силовых структурах. Они уже начались, задержаны почти 6 тысяч человек, включая тех, кто принимал непосредственное участие в попытке захватить власть. Если учесть, что репрессии могут ожидать также членов их семей, то число наказанных вырастет до десятков тысяч человек. В таких условиях от демократии в Турции не останется и следа. Глава МИД Франции Жан-Марко Иро уже предостерег Эрдогана от скатывания в диктатуру. И напомнил, что даже попытка переворота не дает ему карт-бланш. В таких условиях надежда Анкары на вступление в ЕС может растаять на глазах. Брюссель и так считал Турцию недостаточно демократичной. Но если Эрдоган скатится в деспотию, то вход в ЕС ему может быть закрыт.